До Фонтейна остались считанные дни, а это значит, что пришло время освежить прошлую информацию и закрепить её новой. Поэтому в этом видео мы поговорим о том, что нужно знать о Фонтейне до его выхода. Грубо говоря, поглубже окунёмся в Фонтейн. Ну а если вы готовы, то можем начинать. Итак, Фонтейн – это страна справедливости, которая поклоняется Гидроархонту. Её, кстати, зовут Факалорс или Фурина. Из всех регионов Фонтейн гордится тем, что считается центром культуры и искусств. У Фонтейна есть своя газета под названием «Паровая птица». Кстати, мы уже сейчас можем ознакомиться со спецвыпусками этой газеты. Разбор, который выйдет чуть позже. Не отходя далеко от темы, у «Паровой птицы» есть несколько уже знакомых нам авторов. Мона ведёт колонку под названием «Всё об астрологии». Также у «Паровой птицы» есть два репортера – Шарлотта и Гастон. Ну или Гастон. С первой мы встретились совсем недавно и провели с ней кругосветное путешествие. А второго можно увидеть в Сумеру рядом с Алькасар-сараем. В Фонтейне есть оперный театр под названием «Эпиклес». В нём Линни проводит представление вместе со своей младшей сестрой Линнет. Это два новых персонажа, которые ждут нас вместе с выходом Фонтейна. Иными словами, Линни и Линнет – это магическая семья, которая показывает фокусы на сцене. Что примечательно, Линни и Линнет сильно отличаются характерами. Линнет – незаметная ассистентка-иллюзиониста, в отличие от её старшего брата, который претендует на звание величайшего иллюзиониста во всём Тейвете. Она не интересуется вниманием и аплодисментами, предпочитая избегать интервью и внешнего внимания. Также у Линни и Линнет есть младший брат Фреймина. На нём останавливаться долго не будем, а Фреймина у меня уже выходило видео, если интересно, можете посмотреть. По словам Либэня, в настоящее время в Фонтейне складывается впечатление, что на горизонте надвигается шторм. По его мнению, местные жители обеспокоены тем, что скоро, по их мнению, наступит некий судный день. Это может быть связано с пророчеством, в котором говорится, что народ Фонтейна, за исключением Гидроархонта, в конечном счёте растворится в воде. Как и многие другие нации, люди составляют большинство населения. Хотя в Фонтейне проживают и другие расы, такие как мелюзины и океаниды. В Фонтейне разделён на две части. Верхнюю, где кипит оживлённая городская жизнь, и нижнюю, населённую в основном бедняками. В Фонтейне очень популярен дайвинг. Фреймина как раз является опытным дайвером. Разработчики поделились, что пейзажи региона были вдохновлены альпами и пейзажами средневековых художников Европы. Ну а теперь немного про суд Фонтейна. Нью Вилетт является верховным судьёй Фонтейна. Но для жителей Фонтейна судебные процессы давно уже превратились в театр, где переплетаются реальные события и вымыселы, драма и трагедия. Грань между правосудием и театральной постановкой для них давно стёрлась. А судя по диалогам NPC, поклор сможет вмешиваться в судебный процесс и решать его исход в угоду своей потехе. Это говорит лишь о том, что Архонт Справедливости давно потеряла свой титул. Заканчивая тему культуры, несколько микрофактиков. Родина рок-н-ролла Фонтейн. Также сюда добавлю, что главный музыкальный инструмент Синьянь был сделан ей на основе инструментов из Фонтейна. Роман легенды о клинке, написанный Синцу, но не получивший признаний в Ли Юэ, чрезвычайно популярен в Натзуме и Фонтейне. Тур в многоцвете – международный музыкальный тур по Тейвоту с участием всех семи стран. Ксавье утверждает, что люди в Фонтейне используют фразу «C'est la vie». Что по-французски означает «такова жизнь». Получили общее знание культуры Фонтейна, теперь переходим к науке и технологиям. Тут тоже кратенько пробежимся. Как и скультуры, с технологиями Фонтейне всё отлично. Это прослеживается ещё с выхода Инадзумы, ведь знаменитая печь Микаго была разработана специалистами из Фонтейна. Также на такую технологичность указывают и ивенты. Их было уже достаточно, например, кузница машинерии, описание которого гласит «Торговец игрушками из Фонтейна создал устройство, которое производит игрушки и предметы декора из соответствующих материалов». Также фото и видеокамеры являются изобретениями Фонтейна. Один из NPC говорит, что воздух в Фонтейне токсичен, что означает, что это такая же трудолюбивая нация, как и Снежная. Также Фонтейн наполнен меками, механическими существами, которые выполняют разную работу. Они черпают пневму и утию из окружения Фонтейна, чтобы питать себя. В Фонтейне также есть ещё один вид энергии – Индимнитиум. Она используется в быту примерно как у нас электричество. Эта энергия добывается во время слушания дел в суде. Специальное устройство под названием Аратрис преобразует убеждение людей о справедливости в эту энергию. Также у нас будет новый способ передвижения. Эта штука называется Аквабус. Ну или Аквабус. Думаю, по названию понятно, что это такое. Также водные пути Фонтейна насчитывают только три линии. Это была лишь часть того, что можно уже сейчас рассказать о Фонтейне. Обязательно пишите в комментариях, если читаете, что я не рассказал ещё о чём-то важном. С нетерпением ждём Фонтейн. Ну и по классике не забывайте подписываться, не скипайте диалоги в игре. И всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!